всем привет с вами ваша танюша сегодня у нас будет видео распаковочка моих покупок из магазина любимый ненаглядный я забежала совсем не знаю вот вот просто за одной вещью которая мне нужна была действительно и как обычно я увидела очень много новинок соответственно я обязана была вам их снять показать поделиться с вами всем что увидела и скупила вот такой вот огромный пакет но там все тоже очень нужная новенькая и интересненькая начнем обзорчик первое что хочу показать новинка от чая тесс вы не поверите сочетание блюбери и лавандер это черника с лавандой я не знаю лаванда есть в кремах каких-то отдушках до успокаивающие какие-то составы но чтобы в чай была добавлена лаванда я не представляю какого будет вкуса этот чай я очень надеюсь что я смогу его пить и что он у меня не останется где-то на дальней полке стоять и и ну пить лаванду это что-то мне кажется экстра ординарное где же тут открываешь как-то мне прям очень стало интересно я вела там много прикольных новинок кстати фикс прайсе чаев но осенняя тематика да это что мы пьем холодная накисть уже как-то отошли на второй план и конечно же хочется согреваться холодные осенние и зимние вечера чаем тесс в принципе мне вообще всегда нравился здесь такие какие-то пластиковые эти корзинки хотят сказать пирамидки чая довольно таки много чайник у меня уже вскипел поэтому сейчас мы приготовим с вами чай с лавандой я вам скажу можно ли его вообще пить покажу вам поближе коробочку вы запомнили и брать его или не брать уже знаете я все скажу как есть ничего не утаю ну запах первый который да вот источает мой напиток кажется приятным и действительно он напоминает вкус запах этой черники ну черничного кейка вот этого вот пироженка она не прямо черника я черника наш такого пример кого аромата не имеет а вот именно с какой-то выпечкой здесь вот кремовый да вот мне кажется очень даже неплохо и кстати лаванда может быть если она есть то где-то вдалеке но мне нравится запах и мне кажется это будет мой вечерний чай зеленый чай я перед сном не пью потому что он сильно тонизирует а вот этот чай мне кажется подойдет в самый раз кстати и вкус тоже насыщенный не просто там водичка какая-то вот прям вот чай-чай он да всего там две-три минуты постояла его уже такой хороший него и цвет такой янтарной и вкус тоже присутствует я его пью в этот раз без сахара мне хотелось именно прочувствовать сам вкус самого вот сбора трав чтобы не перебивать его вкусовыми до вкусом сахара принципе мне нравится мне кажется сахаром будет еще лучше лучше ну и раз такое дело пошло чайочек да то откроем вот эту новинку это новогодняя коллекция конфет появилась фикс прайс коробки с ассорти из конфет очек я вам показывала в обзоре магазина там была еще другая коробка она была красного цвета но по идее они там все одинакового вкуса я прочитала что здесь конфеты шоколадом и вишней конфеты с дробленым фундуком конфеты шоколадом и апельсином там была вторая упаковка красного цвета она была точно таким же составом конфеток здесь разрезе даже можно посмотреть что нас ожидает внутри ну и внутри вот фольгированная упаковочка может быть можно проглядеть какой-то там набор да можно его подарить кому-то на работе близким там до родственникам или просто рассортировать его если он прям такой эдакий вкусный покажется и подарить эти конфеты как-то в наборах допустим в подарочных если вы формируете эти наборы подарочные датам детям к примеру самостоятельно все хорошо заклеено вот оторвало оторвало и не порвало можно будет дальше запаковать и подарить еще кому-нибудь этот набор а не не подаришь внутри вот так это выглядит пакетик пакетик небольшой здесь упаковка 180 грамм стоили эти конфеты 77 рублей ну как и написано да красные коричневые и зелененькие мне интересно попробовать красный это с вишней видимо с ароматом вишни а там может быть вдруг там сушеная вишня окажется так пока обычный шоколад обычная абсолютно обычная такая кремовая помадка внутри никакого где-то вдалеке участок я уже ее даже остатки ворты ворты ворту где-то там вдалеке куда шлейф вишни совершенно другое ожидала не то пальто зелененькая зелененькая где орехи обещанные там на картинке были орехи какая-то крошка ореховая главное чтобы не скорлупа вот эти поприкольнее зеленые даже знаете на что какой-то вот батончики вот эти вот начинка похоже как на батончики батончики как они там род фронт такие батончики такая вот тоже ореховая арахисовая какая-то вот масса да здесь чувствуется орешек вкусный но я думаю надо его эти конфеты вообще положить в холодильник сильно они уж какие-то размягшие странно ну давайте уже раз такое дело попробуем тогда коричневые вот эти вот на вид они абсолютно все одинаковые внутри кстати то же самое вот на картинке видите да в разрезе там нарисовано очень много орешков но ничего такого мы на самом деле не видим обман кругом обман мне кажется что вот эта вот помадка она настолько масляная настолько жирная что как будто бы вот у меня прям какой-то маргарин катается сейчас во рту их невозможно будет очень много есть и вот эти вот они отдают какой-то апельсиновой цедрой да а по-моему конфеты с шоколадом и апельсином да вот эти вот с апельсином а те с орехом ну те которые с орехом были поприкольнее вот эти вот с апельсином и с вишней так себе и через чур прям жирные вот прям вот масло масляное я бы сказала что на четыре с минусом ну это так с натяжкой за упаковку за упаковку один балл точно упаковка вообще молодцы что у нас двигатель торговли до маркетинг реклама двигатель торговли водишь пожалуйста наглядный пример смотрим дальше но это мы пробовать не будем хотя я их беру впервые вот эти печеньки они очень дешевенькие были по 12 или по 13 рублей обыкновенное печенье в разной упаковке как мне кажется наверное все его уже брали это обычное песочное печенье просто к чаю ну чай у нас есть давайте его откроем я думаю просто многие смотрели и думали что за дешевое печенье я не буду его брать оно такое наверное какое-то никакое и я так думала и не брали но я его решила взять думаю все таки упаковка такая симпатичненькая вдруг она там тоже неплохое мы открываем васильковая и внутри мы видим василек наш любимый василек для 12 рублей за эту упаковку отличная наша всем известная привычная российская печенька вот заварное обычное печенье никаких привкусов ароматов дополнительных нету оно такое легкое сахарное не пересахаренная хрустящая в меру все в нем замечательно умеренно вот 12 рублей вот так вот здесь кстати упаковка 100 грамм хотя знаете 100 грамм получается килограмм 120 120 если бы я брала такое на развес наверное бы его взяла бы рублей за 80 за 90 поэтому мы опять же переплачиваем за упаковку вот ну ну красивая упаковка смотрим дальше новиночка зефир но зефир такой уже все наверно попробовали фикс прайс он был обычный классический ванильный а в этот раз появился банановый может быть он уже давно был но мне он попался впервые поэтому для меня это новинка я ее буду пробовать ложка комплекте очень удобно покажу поближе небольшая банка здесь сколько грамм а 130 грамм 0 процентов консервантов холестерина и глютена абсолютно такой они содержат даже жира сто процентов натуральный воздушный легкий совершенно не содержит жира вау какой желтенький смотрите красотища то какая класс это бомба ну для меня да я же вы знаете я же сладюшки этаж моя слабость просто вот космос ребята 10 баллов 10 плюс вообще ну не знаю кому как я тащусь от таких вкусняшек более тут написано что никакого жира никаких там заменители никаких добавок красителей и я такое очень люблю мне кажется я съем такую банку ну за раз за два но не сейчас уже ночь я поужинала и даже на сытый желудок мне показался этот зефир шикарный вкус это однозначно как бы ну я даже для себя фиксируют ну что если я на голодный желудок пробую простите увлеклась если она голодный желудок пробую такие продукты и мне они кажутся вкусные это одно а я могу нас от насытый желудок потом перепробуйте мне показалось она как-то так себе а вот это вот прям но вот 10 баллов очень вкусная штука банановый супер обычный классический ванильная я не пробовала поэтому могу сказать точно что вот это можете пробовать смело смотрим дальше еще одна новиночка вы точно наверное этого не пробовали но я во всяком случае точно вижу это впервые и буду пробовать буду буду обязательно малина в кокосе 200 грамм такая красивая упаковка я показывала вам ее в обзоре магазина стоит эта упаковочка 55 рублей конфеты глазированные кокосовой стружкой и малиной вот так они выглядят внутри так внутри какая-то это полусфера до такой полукруг непонятно я ожидала немножко другого вот это да но опять вот эта штука она реально вот всем любителям кокоса вот если вы также любите кокос прям больших количествах то я вам очень рекомендую ее попробовать цена за упаковку 200 грамм 77 или 55 рублей блин не помню мне понравилось но во всяком случае точно лучше чем вот эти смотрим дальше беру беру не в первый раз вот эти вот пироженки фаретти мне они очень нравятся два пироженка здесь 130 грамм упаковка и стоит эти пироженки по карте фикс прайс 47 рублей всего лишь это очень хорошая цена я их пробовать не буду я думаю их многие из вас уже тоже пробовали и есть большие такие прям целый пирог ну большой я его не стала брать его не съем а вот эти вот два пироженка как раз вот то самое вот вафли венские я на них подсела они мне прям понравились и голубые и желтые я уже пробовала если они пробовали попробуйте обязательно эта упаковка здесь сколько 122 грамма две штуки по 161 грамм 27 рублей обалденный просто вот они как сэндвичи такие и там внутри как это вот прям просторочка кремово какая-то вот как и чем молоко что или или какой-то суфле мне очень понравились кивах и я их буду брать всегда по моему это теперь мой излюбленный товар фикс прайс вот эти конфетки я показывала в прошлый раз это обалденные конфетки они реально похожи вот прям вот 9 из 10 лет рафаэла вот сто процентов прямо только и не хватает центре орешка какой ну как в этом рафаэла и есть орешек до в центре кругляшках этих а вот это вот прям один в один и кремовая начинка они вот ну но я бы сказала 10 из 10 но орешка не хватает поэтому 9 из 10 9 баллов из 10 они бомбически 55 рублей за упаковку здесь тоже 200 грамм и вот надо было вместо даже вот наверное вот этих мне вот этих вот учет мне кокос поднадоел лучше бы я взяла две вот этих упаковки и она она они гораздо вкуснее запомните вот эти вот прям бомбические супер пуперские на 2-3 брать упаковки вместо еще и вот этой тоже по-любому на следующий раз я буду иметь ввиду не попробуешь не узнаешь и наконец-таки то самое зачем я пошла fix price уплотнитель на окна и двери наверно вам знакома данная штука это резиновая такая лента в рулончик она склеена скручена и ее клеят на двери но я например ее клею на дверь и клеила ее давно моя штука уже рассохла слезинка и мне нужно ее заменить вот так она выглядит внутри в принципе это было заметно как она и снаружи идет она была на в двух цветах в коричневом и в белом цвете стоит на по моему 77 рублей fix price хорошая цена здесь сколько два рулона до 2 матка 9 миллиметров 6 миллиметров 9 на 6 3 метра 3 метра 3 это два по полтора интересно или два по три на два по полтора надо тут больше не будет в принципе если что я пойду еще докуплю если мне не хватит у меня кое-где она рассохла кое-где она не клеилась я помню что у меня оставался небольшой излишек я обклеивала входную дверь с улицы у меня немножко мы не плотно там такие небольшие щели и чтобы зимой ветер там да не задувал холод и не не накапливался на двери не скапливался да я проклеиваю вот такую вот штуку и вам рекомендую многие и даже на окна проклеивают чтобы она плотнее как бы до прилегала не было просветов не дуло из окна но я этого никогда не делала я только на дверях это делала вот пусто а это значит что обзор моих покупочек подошел концу и я на этом с вами буду прощаться спасибо вам за внимание надеюсь вам понравилось данное видео кому-то было полезным не забывайте ставить свои пальчики вверх мне будет очень приятно а также жмите в колокольчик чтобы не пропустить новых видео а я там с вами прощаюсь до новых встреч пока пока